Уважаемые коллеги, добрый день. Вижу, что здесь собрались руководители многих регионов, которые сами могут похвастаться своими возможностями с точки зрения курортного дела, возможностями, имея в виду, прежде всего, природную составляющую. Но мы сейчас поговорим обо всех проблемах, обо всех вопросах, которые есть в этой сфере. Но, думаю, что посмотреть на то, что есть в Сибири, то, что делается в Сибири, для всех будет полезно обменяться опытом, ну и выработать на федеральном уровне шаги, необходимые для развития санитарно-курортного дела. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Вот, вы знаете, я был здесь на первый раз в начале 2000-х годов, в 2003-м. Вода была, роддон никуда не делся, хотя дебет сокращается, поэтому вот уже будет развиваться второй кластер, Белокуриха-2. Но всё, что касается материальной базы, находилось, мягко говоря, в совершенно убитом состоянии. Всё было на уровне 30-х, в лучшем случае, 50-х годов. Так всё и сохранялось. Вот за последние годы, конечно, и внешне, и содержательно очень многое здесь изменилось, безусловно, в лучшую сторону. Но проблем в этой сфере ещё очень-очень много. Мы летом прошлого года определили меры по развитию внутреннего и так называемого въездного туризма. А сегодня, как я уже сказал, поговорим об инвестиционной привлекательности отечественного санаторно-курортного комплекса. Оба эти направления, безусловно, пересекаются, но и дополняют друг друга. Полагаю, что многие решения по туризму вполне применимы и к санаторно-курортному комплексу. Исторически он развивался в нашей стране как неотъемлемая часть всей системы здравоохранения. Сегодня по-прежнему высока его роль в лечении самых разнообразных заболеваний, в их профилактике, в реабилитации больных. И в целом в сохранении здоровья граждан России, их трудоспособности и активной жизни. Регулярное оздоровление в санаторных условиях позволяет увеличить продолжительность жизни людей от 3 до 15 лет. Больные, прошедшие санаторный этап реабилитации, в большинстве случаев возвращаются к труду. У них в 2, а то и в 3 раза снижается временная и стойкая нетрудоспособность. Необходимость развития курортов не исчерпывается их медико-социальной значимостью. Санатории расположены по всей стране, и для многих городов, районов и даже регионов они могут стать основой для роста экономики, для совершенствования транспортной инфраструктуры, сервисных услуг. Сейчас, кстати говоря, у нас действует 1875 санаторно-курортных организаций. Уникальные природы, эффективные лечения, методики современные наших курортов – это колоссальная база для повышения их конкурентоспособности, для того, чтобы они были востребованы и российскими гражданами, и зарубежными гостями. Так же, как у нас развивается въездной туризм, безусловно, может и должен развиваться, должна развиваться сфера деятельности, о которой мы сейчас говорим, в данном случае имею в виду привлечение зарубежных гостей. Имею в виду, что природные условия в России часто являются абсолютно уникальными, без всякого привлечения. Однако развитие этой сферы сдерживается низким уровнем материально-технической базы большинства здравниц. По этой причине сейчас не используется почти 46% площадей курортных организаций. Представляете, 46% площадей, ну почти половина не используется. К сожалению, в основном это собственность регионов. По оценкам для восстановления и модернизации существующих санаториев потребуется порядка 37 миллиардов рублей. Цифра, безусловно, внушительная, и понятно, что с каждым годом, если ничего не делать, она будет только расти. Здесь трудно полагаться лишь на бюджетные средства, поэтому консилизация финансовых ресурсов, их активный поиск – одна из самых актуальных задач. Примеры современных, прекрасно оснащённых курортов в России, конечно, есть. Для их развития активно привлекаются частные инвестиции. Среди них и Алтайская Белокуриха, где мы находимся, за последнее время только 5 миллиардов привлечено сюда. 1 миллиард федеральных средств и 5 миллиардов частных инвестиций. Здесь, в том числе, реализуется и новый перспективный инвестиционный проект субкластера Белокуриха-2. Здесь будет и зимний курорт, и санаторная часть на 3 тысячи мест с развитой инфраструктурой отдыха и оздоровления, с горнолыжным курортом прямо напротив гостиницы. Инвестиционный проект Белокуриха-2 реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». И получил, вот сейчас Александр Богданович рассказывал, получил в 2013 году награду как лучший проект лечебного курорта на Международном научном конгрессе и 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной Федерации водолечения и климатолечения. Проект хороший, нужно только довести его до ума и реализовать. Судя по тому, что делается по развитию инфраструктуры, надеюсь, вам Александр Богданович показал, как дороги строятся здесь, все основания считать, что проект будет реализован, есть. Фактически основные элементы инфраструктуры уже созданы. Очевидно, что нам нужна полноценная, всесторонне продуманная стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны, которая определяла бы приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения частных средств в эту сферу. Пока такого базового документа нет, и правительство должно приступить к его разработке как можно быстрее и принять его. Но первоначально мы думали не позже мая, я думаю, что за полгода точно можно сделать. Я прошу вас в марте эту работу завершить. Одновременно нужно завершить и формирование государственного реестра курортного фонда и обеспечить его постоянную актуализацию. Нужно также создать открытые информационные ресурсы для российских и иностранных граждан о возможности санаторного лечения в России. Считаю, нужно разработать чёткие критерии для введения системы категорий для санаториев по аналогии с так называемыми звёздами у гостиниц. Это поможет людям лучше ориентироваться при выборе здравницы и станет дополнительным стимулом для собственников и персонала санаториев постоянно повышать качество своей работы. Одна из ключевых задач – создание благоприятной инвест-среды в курортных территориях. Так, принципиальным вопросом для бизнеса является обозначение охранных границ курортов и постановка их на кадастровый учёт. Такие режимы предусмотрены законодательством, в том числе для сохранения рекреационного потенциала у курортов, однако далеко не всегда соблюдаются. С особым вниманием, и хочу обратить на это ваше внимание, осторожностью нам нужно обсудить и предложение ряда руководителей субъектов Российской Федерации о введении регионального курортного сбора. Да, действительно, он действует в очень многих странах мира. Его размер, как правило, небольшой. Тем не менее, я прошу докладчиков детально и мотивированно обосновать это предложение. И, конечно, люди должны чётко понимать, на что конкретно тратятся собранные средства, как, кем, каков порядок контроля за этими расходами. Важная тема – приоритетность господдержки проектов, которые нацелены на решение задач развития курортов и туризма. Кроме того, необходимо наделить Федеральное агентство по туризму полномочиями по продвижению услуг санаторно-курортного комплекса России на внутренних и мировых туристических рынках. И, наконец, о сигналах, которые поступают в последнее время из ряда регионов, из ряда субъектов, речь о резком повышении платы за пользование земельными участками. Уважаемые коллеги, ясно, что в субъектах Федерации пытаются найти, таким образом, способы пополнить свои бюджеты. Ничего зазорного здесь нет, понятно. Однако накручивание платежей за землю в погоне за быстрой выгоды, за сиюминутной, можно сказать, выгодой, может негативно сказаться на перспективах развития ваших территорий, прежде всего, на их инвестиционной привлекательности, в том числе и в курортных зонах. Ну, чего, комментировать, наверное, не нужно. Если слишком дорого платить, придётся потенциальному инвестору, так он просто не придёт к вам, если задрали плату за землю. Прошу руководителей регионов, где уже приняты подобные меры, ещё раз тщательно всё проанализировать, взвесить, все за и против, посмотреть на долгосрочные последствия таких решений. Уважаемые коллеги, в заключение я хотел бы особо подчеркнуть, что, создавая условия для бизнеса, для притока частных инвестиций, мы не должны забывать о главном. Санаторно-курортный комплекс призван эффективно работать на сохранение и укрепление здоровья граждан России. и его услуги должны быть доступны для людей с самыми разными доходами.